Годы пандемии и споры вокруг вакцинации показали, что далеко не все доверяют прививкам. А ведь помимо ковида и гриппа есть много других инфекций, борьба с которыми остается все еще актуальной. В свою очередь в Роспотребнадзоре говорят, сейчас как никогда коллективный иммунитет нужно поднимать. В период ковида снизился иммунитет в целом популяционный и поднимают головы, мы сами видим, в последние годы те инфекции, о которых мы уже практически забыли. В странах африканских продолжает регистрироваться полиомиелит. У нас в стране с прошлого года регистрируется кори. Иммунологи отмечают, благодаря применению вакцин действительно удается снизить, а иногда и полностью ликвидировать ряд болезней. Те вакцины, которые внесены в нацкалендарь профилактических прививок, делать нужно обязательно и своевременно. Среди них вирусный гепатит В, туберкулез, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, кори краснуха. Главный эпидемиолог региона заверила, в край вакцина есть, инъекции ставят бесплатно. Много вакцин поступило из нацкалендаря уже в объеме больше 50%, но пока еще в недостаточном количестве поступает как раз вот эта корь краснуха паратит вакцина. На сегодня мы имеем часть вакцин, которые закуплены на средства региона для проведения противоэпидемических мероприятий. Чтобы сформировать иммунитет, прививки нужно делать по несколько раз в определенном возрасте, говорят медики. Согласно прививочному календарю, уже в возрасте до трех лет человек должен получить определенный щит, который оградит от серьезных болезней. Мы стремимся к тому, чтобы ребенок вышел в общественные коллективы, в детские сады, потом в школу уже полностью привитой. Очень большая миграция населения, то есть сейчас мы имеем возможность поехать в любую точку мира практически на отдых. И с какой инфекцией столкнется ребенок, вообще человек неизвестно. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства. Чтобы поставить вакцину, предварительно записываться не нужно. Если возникнут сомнения или вопросы, связанные с проведением профилактических прививок, на горячей линии Роспотребнадзора проконсультируют. Звонки будут принимать до конца этого месяца по номеру, который вы видите на экране. Мария Костолева, Дмитрий Денисов, День с толком. Мария Костолева, День с толком.